Симонтов, Мазотов, Симонтов, Мазотов, Симонтову, Мазотову, Елану. Симонтов, Мазотов, Симонтову, Мазотову, Симонтову, Мазотову, Елану. Елану, 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 уэкулисаэ, Елану, Елану. Я бы хотел сделать небольшое введение о том, что же это такое. В еврейской традиции, и также мы видим это в Писании, когда мальчик или девушка, отрок или отроковица, как говорят, приходят в определенный возраст, считается, что с этого момента они способны предстоять перед Господом, как взрослые люди. Ну, мы понимаем, что на самом деле они еще растут, но тем не менее, этот момент, когда такого молодого человека или такую девицу вызывают в общине к общему служению, к комментарию или толкованию Торы. Это очень важное торжественное событие. И сегодня у нас есть Бат Митсва, и мы просим сюда Настю. Итак, Валик. Да, ну, вообще-то это должен был я рассказывать, но спасибо, ты решил все мои вопросы. Давайте мы скажем Шаббат Шалом. И Настя, Сережа, давайте мы внесем Тору, давайте мы встанем перед Господом, потому что Тора – это написанное Слово Божие, которое Он нам дал. И сегодня Настя, она будет нам комментировать. Ну, давайте поприветствуем Настю. Шаббат Шалом, дорогая община. Давайте все помолимся перечтением Торы. Болосвитие Господа Болосвитие Господа, Болосвитие Господь Болосвитие в веки веков. Госвен, ты Господь, наш Бог, Царь Вселенной, Который выбрал нас из всех народов и дал нам свою Тору. Госвен, ты Господь, дающий Тору. Аминь. Недельная голова, которую принято читать на этой неделе, называется Тазрия. Она находится в книге Левит, глава 12, с 1 стиха по 13 главу, 59 стих. Что означает Тазрия? В основном названия недельных глав Тору соответствуют первым словам. Но так как название отрывка должна отражаться в суть содержания, то некоторые из них названия и по их первым словам, но по кое-либо следующего слова, которое более точно отражает тему главы. Тазрия начинается так, и говорит Бог, обращается к Моше так. Скажи, сынам Израиля так, если женщина зачнет и родись. Здесь первое тематическое слово «женщина» – Иша. Но мы не называем эту главу Иша, мы называем ее Тазрия. И так Тазрия переводится, как «зачнет». Краткое содержание. Изоляция – очистительная жертва родившей женщины. Обрезание мальчика. Исследование кожных заболеваний. Изоляция больного, требующая изоляции. Залокачественные пятна надежды растительного и животного происхождения. Никто из нас не любит болезнь. Болезнь – это нарушение Божьего порядка. Ведь Бог создал вам здоровым, а не больным. Болезнь словно говорит, что в жизни человека непорядок. Бог любит грешника, но не любит грех. Читая эту главу, можно подумать, что творец заболевает все творения, свой народ. Но давайте посмотрим на это с другой стороны. Бог любит и заботится о своих детях. Не только предупреждая их о последствиях их неправильных действий, но и указывает нам на выход из этой ситуации. Якова 1.15 Поход же звучав – рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Вопрос к залу. Вы хотите, чтобы ваши дети умирали? Или вы думаете, что вам нравится, когда умирают твои дети? Конечно, нет. Поэтому Бог указывает нам на выход из этой ситуации. Не грешите. Но если вы совершили неправильный проступок, согрешили, то я помогу вам очиститься и через покаяние освобоживаться от проклятия греха. Мы можем говорить, что мы не грешим, и мы хорошие, что это другие грешат. Но Писание говорит об этом. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши, очистит нас от всякой неправды. Если говорим, что мы не согрешили, то представляем Его лживым, и Слово Его нет в нас. 1 Иоанна 1.8.10 Как пятна на коже прокаженного, таких грех проявляются в жизни человека. Если заболевший не будет идти к врачу или лечиться, болеть не уничтожит его. Бог наш Целитель. Одно из его имен – Ягварафа, что означает «Бог наш доктор», тот, кто исцеляет. Не нужно бояться идти к врачу, который поможет нам быть здоровыми. Он очистит наши раны и исцелит каждого, кто придет к нему. Очень часто мы идем в волку, когда пятна греха проявляются в наших жизнях. Но можно избежать заражения и не заболеть. Каким образом? Есть такое взрослое слово – профилактика, которое означает комплексы различного рода мероприятий, но направлено на предупреждение какого-либо явления или устроения факторов риска. Если простым языком, мойте руки перед «д» и не будет болеть живот. Бог подарил нам свое слово, через которое мы можем узнать, что нам делать и как нам жить, чтобы не заболеть грехом и не умереть. Все писания боговодухновенны и полезны для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Да будет совершен Божий человек, а всякому доброму делу приготовлен. 2 Тимофея 3,16. Дабы вас виды, Господь, еще и Мессия Израиля. Аминь. Ну, вы сами все слышали. То есть, я попрошу маму. Да, удивило меня. Дорогая моя доченька, завтра у тебя день рождения, тебе исполнится 13 лет. А это значит, что заканчивается твое детство, и ты вступаешь в более взрослую жизнь. Каждый человек делает свой выбор. Сегодня перед всей церковью ты сделала правильный свой выбор. Идти по линии не своей жизни, а по линии жизни Иисуса. Я хочу в этот твой памятный день подарить тебе это серебряное колечко. Чтобы ты запомнила этот день на годы. Я благословляю тебя и желаю тебе жить в праведности и Божьем благословении. Да благослови тебя Господь и сохрани тебя. Аминь. Нет, нет, мама. Наталья Яковлевна. Вы понимаете, это праздник. Сегодня у нас праздник. Еще один человечек становится на путь взрослой жизни. А? А разве это не праздник? Это праздник. Знаете, это хорошо, когда ты маленький. Но когда ты вырастаешь, это хороший праздник. Дорогая Настенька, прими этот букет, вот этот подарок от деток общины. Ты сегодня своим толкованием Торы показала, что ты ответственная за все свои поступки перед Богом. Поэтому вот такие тебе пожелания и благословения. Дорогая Настя, пусть твои уста, не зная поражения, будут прославлять Бога и не устанут восхвалять Его все дни. Всякое место, на которое ступит твоя нога, будет победным. Пусть Господь даст тебе смелость, любовь, силу, наделит тебя здравым умом. Пусть Господь благословит тебя особым даром веры, веры в то, что для Бога нет ничего невозможного, чтобы ты достигла высшего почета и привилегий в делах Божних. Ну, с любовью. Спасибо. Можно помочь? Надо то поднять наверх и стульчик принести. А, нет, еще стульчик рано, да? Друзья, давайте помолимся за нее. На самом деле, она очень долго старалась, учила. И вы должны понимать, это большая, ну, не так просто прийти и рассказать перед всей общиной, правда? Это подвиг. И вот перед вами человек, который совершил этот подвиг. И от общины мы дарим тебе Писание, чтобы ты его изучала. Держи. Расскажешь нам потом. Хорошо? Давайте протянем руки и благословим ее. Боже, спасибо тебе за Настю. Спасибо тебе, что ты приготовил ее. Ты сохранил эти годы ее для себя, Боже. И мы просим о том, чтобы благословение Авраама, Исаака и Якова было на ее жизни. Чтобы она знала тебя, Господь. Чтобы она принадлежала тебе во всех путях своих. Чтобы она познавала тебя. Боже, благослови его. Сохрани и зрей от источников твоих, Боже. Здоровья, сил, мудрости. Устрой ее жизнь, Господь. Веди ее. Мы благословляем Твое имя. Мы благодарны Тебе за Настю, Господи. Используй ее как сосуд чести Твоей. Используй ее, Боже, как инструмент для Твоей славы. Во имя Ешуа Мессии. Да будешь ты благословенна при входе и при выходе. Да будешь ты благословенна во все дни своей жизни. Да будет Господь Твоею опорой, защитой во имя Ешуа Мессии. Мазалтов, поздравляем тебя. Параем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok